Итак, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на матче между Зенитом и Ювентусом, где, к великому сожалению, Санкт-Петербургская команда не смогла удержать своего соперника, пропустила все-таки в концовке встречи и в той игре, где, на мой взгляд, куда более логичным результатом была бы ничья, Зенит терпит поражение. Ну и на фоне этого мне, конечно, стало интересно, что там пишут итальянские фанаты, фанаты Ювентуса, как они оценивают действия Зенита и считают ли они, что их команда, Туринская, заслуживала здесь победы. Давайте узнаем. Я зашел в Facebook, Twitter и подобрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас, понятное дело, зачитаю вам перевод этих комментариев для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 2021, Калуцкий, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят! Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя! Олесио Фили написал. Мы показали слабый футбол. По этому матчу сложилось ощущение, что Зенит и Ювентус – команды примерно одного уровня. Хотя Ювентус считается европейским грандом, а Зенит – команда из скромной российской лиги. Ну, кстати, здесь я соглашусь, по этой встрече было и не понять, где здесь топовая европейская команда, а где коллектив из нашей страны, из нашего скромного чемпионата. И, на мой взгляд, это отчасти и похвала для Зенита, и определенная критика для Ювентус, который в этой встрече явно не показал всю свою мощь и сыграл ниже своих возможностей. Даниэль Досидерри написал. Результат есть, а игры по-прежнему нет. Если бы Зенит реализовал свои эпизоды, то мы бы могли вообще проиграть. Ну, кстати, у Зенита были моменты, и был эпизод в этой встрече, когда казалось, что вот-вот Зенит создаст какой-нибудь стопроцентный эпизод, стопроцентный момент, и он может его реализовать и, соответственно, выйти вперед. Был такой момент в этой встрече. К сожалению, забить Зенит так и не сумел. Франческо Бансиорре написал. «Разочарованной игрой нашей команды. Мне даже как-то обидно за Зенит. Они отлично смотрелись и против Челси, и против нас, но два раза пропустили в концовке матча». На что Матио Пикаламини написал. «Согласен. Я бы даже сказал, что Зенит не заслужил поражения, а мы не заслужили этой победы. Было ощущение, что мы не особо хотели побеждать, как будто нас устраивала ничья». Ну, кстати, в принципе, в принципе, Ювентус мог бы быть доволен и ничьей, потому что, по сути, если представить ничейный результат, у Ювентуса 7 очков, впереди ответная встреча с Зенитом на своем поле, выигрывая, набирая 10 очков, и это, считай, все. Уже путевка в плей-офф. Поэтому, в общем-то, возможно, Ювентус и не горел желанием прям убиваться на футбольном поле и непременно побеждать. Возможно, Ювентус был согласен на ничью. Это тоже такой важный нюанс в этой встрече. Александр Мульо написал, «Зенит меня удивил. Не ожидал от них такой дисциплины, организации и такого высокого уровня игры в защите. Очень крепкая команда. Из игроков выделю Бариуса и Клаудиньо. Великолепные футболисты. Думаю, они могли бы усилить Ювентус». Ну, вы знаете, Бариус и Клаудиньо по потенциалу это футболисты топового уровня. И, в принципе, они могли бы попробовать себя в какой-нибудь серьезной европейской команде. Паскал Сибирь я написал, «Было сразу понятно, что в России нам предстоит тяжелый матч. Мы добились победы, и это главное. Во второй игре с «Зенитом» мы должны побеждать убедительнее. «Зенит» — это команда уровня середника серии А». Ну, середняк серии А — это понятие растяжимое. Периодически и середняки итальянского первенства отнимают очки у Ювентуса. Так что посмотрим, что будет в ответной встрече. Стефани Диндо написал, «Понравились латиноамериканские футболисты из «Зенита». Видно, что российский клуб грамотно вложил деньги в этих парней. А вот Зюба, которого многие опасались, на мой взгляд, сыграл слабо. Мощный, но малоэффективный». Ну, это комментарий, прям, знаете, бальзам на душу Михаилу Барзыкину. «Александро Ди Фабио» написал, «Зенит впечатлил только своим стадионом. Роскошная арена, на которой, кстати, пройдет финал Лиги Чемпионов. А вот команда местная ничем не удивила». Ну, питерская арена действительно примет финал Лиги Чемпионов, но мы понимаем, что «Зенит» в этом самом финале, разумеется, не сыграет. Как бы мы ни переживали за наши команды, но это какая-то нереализуемая мечта. В общем, давайте будем следить дальше за нашими коллективами, будем болеть за них и будем надеяться, что в дальнейшем наши команды, которые, в принципе, показывают неплохой футбол, что «Спартак», что «Зенит» показали себя достойно против представителей топовых чемпионатов. Будем надеяться, что вдобавок к достойной игре будет еще и достойный результат. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!